Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Меня зовут Касандр Арбек, начальник пятиуправления МАПа. Очень рад приветствовать в МАПе такое элитное собрание заинтересованных людей. Мы сегодня собрались здесь узнать о предложении МАПУ, которая разработана международной академией листицы для своих слушателей. Но перед тем, как мы с ним познакомимся, хотел бы рассказать о том, что можно рассказать про эти предложения. Для начала МАП – это вуз с 25-летней историей, в этом году 25. Вы наверняка знаете, что чем-то тепло будет уже в ноябре. Но это не делает МАП закостенелым, неповоротливым. Наоборот, мы становимся мудрее и остаемся при этом МАПом вузом динамичным. Вот именно динамичность, мобильность и доступность и направленная стратегия IT-МАП. В этом году мы неоднократно увеличили скорость интернета. На данный момент мы имеем 80 мегабит в секунду и будем предлагать увеличить до 100, потом до 200. Wi-Fi, который мы предлагаем своим студентам, бесплатный. Хотя это не дешево, мы сознательно идем на это. И планируем постоянно увеличивать график. Также, как представители IT, хочу сказать, что мы разрабатываем свою информационную систему, которая упрощает и в дальнейшем упрощила бы и облегчивает учебный процесс для преподавателей и студентов. И вот именно МАПом, который сегодня мы презентуем, это часть этой системы. Хотел бы выразить благодарность Дмитрию Валерьевичу Огану за название, он был инициатором в начале данного проекта и компании «Джи» Марата Александра Казарова. Теперь, как бы я хотел передать слово известному идее величности, пиар-побрудителю сети «Мега», редактору «Фокс Кобули» Талешеву или Байон Талешеву. Пожалуйста, пожалуйста. Слышите меня? Да. А видно сзади меня все? Или лучше свет выключить? Да, лучше. Да, можно выключить свет? На самом деле в городе сегодня проходят четыре мероприятия. Это презентация нового смартфона от LG. Успели мне его вручить. Также премьера сегодня фильма «Апокалиприз по-голливудски». И презентация в Булковске идет нового проекта «Радиоточка». И поэтому я благодарю вас всех, что вы выбрали сегодня именно наше мероприятие. И для меня это действительно очень важно. Я знаю, что часть сидящих на переднем ряду спешит дальше. Поэтому я постараюсь быть кратким и рассказать вам о приложении MapBook. Я очень прошу, если будете твитить с мероприятия, используйте, пожалуйста, хэштег. Вот он, MapBook. И я надеюсь, вы будете твитить с мероприятия. Я просто хотел бы в нескольких слайдах рассказать, но ответить на один из самых главных вопросов. Я не выпускник Maba. Я никогда не учился в Maba. Но так получилось, что администрация Maba изначально очень лояльна ко мне и очень лояльна к Меге и очень лояльна к Oxpopuli, потому что мы все, видимо, находимся в одном квадрате. То есть пять минут до офиса Oxpopuli, пять минут до Меги, которую я представляю. Поэтому вот спасибо огромное за то, что приложению MapBook доверили презентовать именно мне. Сначала о хорошем. То есть Map в этом году, ну, помимо того, что он справляет 25-летие, Map в этом году получил аккредитацию ассоциаций MBA. То есть что же это дает? Давайте поговорим об этом. Это ассоциация, которая базируется в Великобритании, в Лондоне. То есть в нее входят 200 лучших бизнес-школ мира, в том числе Cambridge, Oxford, Harvard Business School и London Business School. Я думаю, что это очень круто, что казахстанский ВУЗ впервые получил такую аккредитацию. И это значит, что теперь ежегодная рассылка, которая бывает у этой ассоциации, то есть они распространяют по миру свою адресную книгу. То есть выпускники магистратуры MBA Mab теперь будут стоять наравне с выпускниками там Гарварда того же и Кембриджа и всего остального. И при приеме на работу этим людям будет отдаваться предпочтение. Ну и еще об одном мне попросили сказать. Это конкурс среди журналистов и блогеров, который называется Зачет. Я знаю, что пишется немножко по-другому. Просто не я называл этот конкурс. То есть я думаю, что там есть какая-то авторская задумка у Нурии. Да? То есть... Не у меня. Не у тебя. Изначально там по-другому, в смысле, как зачет, автор. Зачет. А, это в смысле... Это такой подонковский язык, да, просто использовался, да? Ну, руководство знает, что пишется зачет, да? Через ее. Это самое главное. Вот. Конкурс 25-летию Международной Академии Бизнеса с 1 января по 31 декабря этого года. Вот. Темы для статей, публикаций и видеосюжетов. Лучшее освещение международной конференции. В ноябре МАП проводит международную конференцию. Приходите, освещайте. Вот. И лучшее освещение юбилейных мероприятий МАП. Я осмелюсь предположить, что все публикации с сегодняшнего мероприятия, да, тоже могут идти в зачет. Зачет. Да? Вот. Могут, да? Вот. Но это призы. Да? То есть диктофон, этот нетбук, электронная книга и планшет. Я не знаю, будет ли это iPad. Я просто первый, что у меня вот вываливал с Google, я те картинки и брал. Вот. Если появится желание участвовать, присылайте свои работы. Вот. Запишите вот эти вот адреса. Я специально перелеснул быстрее, чтобы выиграл человек, который со мной аффилирован. Вот. Необходимо указать и имя автора, и имя руководителя СМИ, и название издания, а также дату публикации работы или выхода ее в эфир, и контактные данные, телефон, электронная почта, чтобы с вами можно было связаться и отдать вам в подарок диктофон. Потому что все остальное уже разыграно. Нет? Все честно? Да. Ну понятно. Вот. А теперь от хороших новостей к отличным. Да? То есть вот когда я набрал слово университет, почему-то вот эта картинка у меня вылезла первая, и она мне понравилась. Я этот сериал видел одну серию. Надеюсь, она вам тоже нравится. Вот. Я хотел рассказать о моем поступлении в университет в 1997 году. Да? Часть из вас еще тогда только родилось. Вот. Я провалил творческий экзамен. Поступал в Казгу. Вот. И о моем позоре узнали вся школа очень сразу. Быстро. Потому что все оценки вывешивались на доске. Вот выходишь из Казгу. И вот такая огромная доска. И уже к вечеру все отзвонились и сказали, Алишер, мы узнали, ты провалил экзамены в Казгу. Вот. Ощущения непередаваемые, как вы понимаете, да? Когда тебе звонит твой преподаватель, да? И говорит, как ты опозорил меня вообще? Да? И почему ты не смог сдать элементарный экзамен на знание русского языка? У меня было в сочинении порядка шести ошибок. И я не прошел творческий конкурс. Причем, что у меня было больше всех публикаций на тот момент. Да? То есть мне было 16 лет. Ну, я уже публиковался в караване, в вечерней Алматы. И считал себя очень грамотными, что я достоин поступить в Казгу на журфак. Но вот провалил именно эту штуку. И с тех пор я ненавижу эти доски с акцентками. Да? Поступил я на платное отделение. Вот. Поступил я на платное отделение. Тоже в Казгу, тоже на журфак. И раз в полгода у меня была реально очень сложная процедура оплаты. Да? То есть я приходил, мне выбивали на вот таком чеке при помощи печатной машинки. Тогда компьютеров еще не было в таком большом варианте. Этот квитанцию на оплату. Вот. Я шел с этой квитанцией на оплату. Там 750 долларов было стоимость обучения. И я фактически не мог. То есть мне казалось, это настолько огромные деньги. Я при помощи брал с собой папу для охраны брата старшего, родственников ближайших. Бабушку из деревни мы привозили. Вот. И с оплатой тоже были проблемы. То есть на третьем курсе я вообще не мог оплачивать свою учебу и участвовал в финансовых пирамидах. Если вы знаете, да? Приносите 1000 тенге, забираете 5000. Приносите 5000 тенге, через 3 дня забираете 15000. И только благодаря этой финансовой пирамиде я оплатил третий курс. Да? Я вот участвовал. Я не призываю вас к участию в финансовых пирамидах. Я просто рассказываю свой опыт, да? И как бы сейчас это кажется смешным. Хотя по тем временам это был нереальный стресс. Вот. И я понимаю, что сейчас все очень сильно меняется. Да? И вот я рад, что быть вовлеченным в эти перемены, в те события, которые происходят в вузах Казахстана, да? Это первая страница моего iPad. Вот он. Да? То есть не вру, могу включить сейчас. Вот он действительно так выглядит. Я надеюсь, вы все используете приложение Zinio. Это к вопросу о том, что сейчас уже нет смысла покупать журналы. Да? То есть в бумажном виде. Да? И захламлять. Потому что вот журнал «Максим» у меня дома. Вот мой младший брат сидит там. Он подтвердит, что у меня всегда его было очень много. Журнал «Максим», «GQ» и все остальное он захламлял. Сейчас вся подписка журнала «GQ» за три года у меня находится на этом ноутбуке. И все благодаря программе Zinio, да? В Казахстане закрыты все блоги российские, да? И читать их практически невозможно. Вот. Но есть такая программа, которая называется «Пульс», да? Благодаря которой я подписан на всех российских блогеров топовых, да? От Артемия Лебедева, заканчивая Алексеем Навальным, там, Радуловой, Баженой Рынской, да? То есть и эта программа та, которую я пользуюсь каждый день. Вообще первая страница – это те программы, которыми я пользуюсь постоянно. Приложение Vox Populi. Я надеюсь, вы знаете этот сайт. Я надеюсь, вы знаете этот сайт. Я надеюсь, вы знаете этот сайт. Да, вот, вот. Я все-таки надеюсь, вы знаете этот сайт. Вот. И как бы мы сделали это приложение. Я надеюсь, компания Ibex Systems, представители которой находятся здесь, когда-нибудь созреют для обновления ее, да? То есть и у нас можно будет оставлять комментарии через приложение мобильное. Да? Обещаете? Вот. И как бы… Ну и Инстаграм, да? То есть я думаю, никто из вас им не пользуется. Вот. Это… Да. То есть разработка Ibex Systems тоже, да? Ага. Частично. То есть вот эта полоска – это ваша разработка, да? Я так понимаю. Вот. И вот на прошлой неделе мне насильно закачали программу, которая называется MapBook. Вот. Просто потому, что сказали, что я о ней буду рассказывать на этой неделе. Вот. MapBook мне что-то напоминает. Где-то я уже слышал что-то похожее. Никак не могу сказать. Нет? Нигде же? Это же абсолютно новое слово какое-то, да? Да. Доселье нигде неизвестно. И не перекликается никаким другим словом, да? А с брендом. А с чем? С брендом. С брендом никаким. Абсолютно, да. Вот. Ну, приложение вот такое вот красивое. Ой. Что я хотел рассказать? А. Вот. Мне закачали на телефон. Вот. Аккаунт девушки, которую зовут Кантемирова Надежда Викторовна. Вот. Кто помнит, как называлась презентация? Я Наденька. Зовите меня Наденька. Зовите меня Наденька, да? Вот. Отныне и во веки веков зовите меня Наденькой. Вот. Кантемирова Надежда Викторовна, да? Вот. Это уже я рассказываю о том, что это за приложение, да? Приложение доступно для всех студентов, которые обучаются сейчас на MBA в МАБе, да? То есть в течение полугода, к следующему семестру, нет, даже с января, наверное, да? То есть это приложение будет, надеюсь, уже доступно для всех бакалавров. Вот. То есть вы закачиваете эту программу к себе на планшет и имеете кучу функциональных вещей, о которых я буду рассказывать. Следите за своей успеваемостью, да? Вы избегаете того самого позора, который пережил я в 97 году, да? Ваши коллеги не будут смеяться над вами, друзья, да? И говорить, ого, я поступил, а вы нет. Вот. О том, что вы не поступили, будет знать только вы. Классное преимущество, правда же? Вот. О том, как бы, какой у вас GPA, тоже будете знать только вы. Вот. По-моему, это очень удобная штука. И на самом деле оценки должны относиться к достаточно приватным вещам и достаточно личным. А студенты, которые там обучаются, они понимают. За границей это понимают уже достаточно давно, да? Вот. Теперь у вас это оценки будут в приложении. Следите за своим расписанием. Да, расписание имеет привычку меняться. Нас гоняли по аудиториям туда-сюда, да? То есть мы каждый день у нас как лотерея была. Мы выясняли, в какой же у нас аудитории идет занятие. И что это за занятие? Преподаватели не роботы, они болеют, да? То есть все изменения в расписании, они тоже будут появляться в режиме онлайн на вашем приложении. Получить доступ к электронной библиотеке MAP. Почему я использовал эту картинку, знаете? Звездные войны. Звездные войны пошли. Нет. В гугле? В гугле? Да, одна из первых картинок, которую я нашел в гугле. Но почему везде я использовал скриншот, а тут я использовал вот эту штуку? Можете объяснить? Ну, смотрите, я объясняю. Скриншот. Кнопочка сломалась. Абсолютно правильно, Саша. Вот. На самом деле у MAP достаточно большая и богатая библиотека. Проблема в том, что есть такая штука, и я уважаю MAP за то, что MAP уважает авторское право. Вы не имеете права просматривать электронную библиотеку MAP за пределами MAP. Только что вот до меня сказали о том, что в MAP действует очень высокоскоростной Wi-Fi, и вы можете при помощи этого приложения пользоваться и читать книги, которые есть в электронной библиотеке MAP. Как только вы выходите за пределы университета, вы не можете просматривать эти книги. Да, это еще к тому, чтобы вы больше времени проводили в своем родном университете, академии, в УЗе. Вот. Что можно еще сделать, да? Следить за вашим архивом платежей и совершать оплату через Wupay. Да, то есть это очень удобно. Кто пользовался Wupay, знает о том, что это казахстанская разработка и, в принципе, неплохо работающая. По дорожному. Через приложение штрафы свои ты не просмотришь. К сожалению. Это… Вот разработчики сидят вот здесь вот, да? Предложи им. Вот. Что через приложение можно оплачивать штрафы. По стороне 100 рублей. Да. Вот. Следить за своим архивом платежей. То есть вы всегда будете знать о том, что вы заплатили или нет. Когда у меня спрашивают о том, что… А что… Вот, ну, когда я обсуждал с друзьями это приложение, они говорили, а что если взломают и зайдут под моим аккаунтом? Я говорю, очень круто взломают, зайдут под твоим аккаунтом и оплатят твою учебу на полгода. Это очень круто. Вот. То есть, ну, в принципе, потому что, ну, для чего взламывать чужой аккаунт? Читать твои книги электронные? То есть смотреть твое расписание? Ну, то есть смысл фактически теряется, да? Что можно делать, да? Скачивать весь учебный материал, который готовят преподаватели. Можно читать его в режиме оффлайн. То есть если библиотеку вы читать не можете, да? Но каждый преподаватель готовит свой раздаточный материал, который вы можете скачать к себе на компьютер в удобном вам формате. Вот, к примеру, там, международный бизнес-брендинг, да? То есть вы можете скачать в формате pdf либо в формате doc. То есть смотря где вам удобнее читать, вот, вы можете скачать… И это не единственные два формата, потому что эти файлы, они доступны в других форматах. По-моему, это тоже очень удобно, потому что, опять же, возвращаясь к 97-му году, да? То есть одну неделю мы сделали только то, что записывали лекции, да? То есть бумагой аккуратно выводили лекцию. На следующей неделе нас спрашивали по ним. То есть это фактически тратилось две недели на один и тот же материал. Сейчас, слава тебе, изобрели планшеты, слава богу, изобрели компьютеры и, в принципе, нет смысла записывать лекции. То есть ты сам принимаешь решение читать себе, готовый, удобный, красивый. Потому что у меня такой почерк, что я могу записать очень много и не понять ничего потом из своего почерка. Да? Здесь, слава богу, есть Times New Roman Аман Болсон, как говорится, да? Вот. Что еще можно делать при помощи приложения, да? Следить за самыми интересными конференциями и тренингами, происходящими вокруг. Вот сидит девушка Нурья. Там есть еще парень по имени Даниар. Эти люди выбирают для вас самые лучшие конференции, которые проходят в городе, где вы можете принять участие платно, бесплатно. То есть я думаю, что это очень полезная информация. Вам не надо тратить свое время на поиски этого всего. Это сделают за вас. Да? И я думаю, что это интересно и вы можете там… Я не знаю, можно ли подавать заявку на участие. Нет, наверное, да? Еще нельзя. Вот. Но я думаю, что в скором времени и такая возможность появится. Ну и что можно с ним делать, да? Связаться с преподавателем или администрацией вуза, где бы вы ни находились. То есть это означает, что вы можете повлиять на ход обучения, если вы чем-то недовольны. MBA – это все-таки люди достаточно притязательные, да? И если им что-то не нравится, у них должна быть возможность высказать это, да? Чаще всего это действующие бизнесмены, да? И у них нет времени там сидеть в приемных там у преподавателей, ректоров, кураторов, чтобы высказать свой офис. Да? Теперь у них такая возможность есть. Более того, есть возможность выставлять рейтинги преподавателям по 11 критериям. То есть вы можете заставить задуматься в ваш университет о том, чтобы преподавателя того или иного, если он не профессионал, да, если тот материал, который он дает старый, ненужный, неинтересный, то вы всегда можете на это дело пожаловаться. Я еще не разобрался, как эту фигню выключить на своем новом телефоне, поэтому прошу прощения. Функционал, который находится в разработке. Разработчики, правда, сами еще об этом не знают. Вот. Кнопка, нажав которую ректор Map приносит горячий кофе с круассаном вам в офис. Услуга оплачивается отдельно. Стоимость разового заказа приравнивается к годовой оплате за степень MBA. Обязательно воспользуйтесь этой услугой. Вот. Ну и кнопка, нажав которую раздается громкий злорадный смех. Можно использовать для демонстрации приложения студентам других вузов, у которых ничего подобного еще нет. Все. Я хотел бы поблагодарить друзей из газеты Курсив, журнала Forbes, вернее сайта Forbes. Тут еще мне обещали, что будут с Капитала люди. Есть? Есть. А вот, люди с Капитала есть, газеты. Гонза поддержали, Ibex Systems. Спасибо Рустему Кариму, BFF, KZ. Вообще, спасибо всем, кто пришел, даже моему младшему брату. Вот. Есть ли вопросы? Есть. Давайте. О, Данил. Здравствуйте. Так. У преподавателей будут какие-то особые аккаунты, например, с админскими правами, куда можно будет личные сообщения отправлять? Или они просто будут в списке контактов и не будут контакты и все? Я думаю, что у преподавателей есть важная особенность, они могут отвечать напрямую, да, то есть на встречах. Ну, то есть и будет ли такая возможность вообще? У преподавателей есть свой личный кабинет. Так. Но не отдельное приложение. То есть не отдельное приложение, они такие же участники, то есть у них будет это же самое приложение, да? Нет, у них будет личный кабинет. Для того, чтобы работать с материалами, которые доступны как раз бакалаврам и кембейщикам. Угу. Ответили? То есть еще… Связи пока нет, только через вот те контакты, которые показало решение. Угу. Это хороший вопрос. Как владелец Windows Phone, вряд ли. Да, да, да. То есть… Ну, я не знаю, почему-то нас не уважают. Ну, то есть у нас такая доля рынка, видимо, совсем небольшая, да? Вот. Я думаю, что как только мы, владельцы Windows Phone, перевалят за 1% от общих пользователей мобильных телефонов… Просто я еще на полчаса могу рассказать о мобильной платформе Windows Phone, насколько она охренительная. Вот. Ну, просто люди привыкли пользоваться айфонами и андроидами, да? Которые садятся через полчаса после использования. Их право. Но это тема другой лекции. Так. Приложение работает только на планшете или на телефоне? Сейчас работает только на планшете, но есть вероятность, что… Ну, то есть, что оно будет работать и на мобильных приложениях тоже. Ну, то есть на мобильном телефоне тоже. Сейчас оно… Более того, вы сейчас его не можете даже скачать. Сейчас оно насильно устанавливается на ваш планшет, вот, если вы студент. Ну, то есть скоро оно будет доступно в Apple Store. Да? Просто вопрос такой, что здесь вопрос скорости, да? То есть откроем вам небольшой секрет, что по инсайдерской информации Международной Академии Бизнеса такое же приложение разрабатывает еще один университет. И MAP хотел нанести превентивный удар и сказать, а у нас оно уже есть. Вот. И поэтому, как бы, они хотели быть первыми и они являются первыми. Да, Рус? Как-то изучали, сколько у людей есть планшетные студенты? Изучался ли вопрос обеспечения планшетами ваших… Сколько проникновений ваших всевозможений? Семьдесят процентов ваших студентов MAP. А что с остальными тридцатью? С остальными тридцатью андроиды. И в феврале вы будете делать андроиды для телефонов. Поэтому какую-нибудь подъемку планируете, что если студент покупаешь… То есть Рус стал пихать магазин Best for Friends, который он представляет. Да, 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 да. Еще полчаса я могу занять вам, рассказывая, какой охранительный магазин BFF. Вот. Но это тема совершенно другой лекции. Так. Еще вопросы? Здесь. Давай. В общем, насколько я понял, библиотеку можно читать только в стенах заведения. Да. За счет чего это происходит? То есть это привязка к внутренней сети приложения либо к Geo… То есть это привязка к внутренней сети. И это на самом деле… То есть Vox является производителем авторского контента. И мы очень радеемся авторский контент. И нам так приятно, что Map понимает, что это важно, да, потому что эти книги писали конкретные люди. А если они будут доступны везде, то, в принципе, ну, то есть распространить их не составит никакого труда. Да. Вот, да. Такой вопрос. Ну, скажем, не повлияет ли это на качество образования, потому что теперь я, будучи первашем, могу абсолютно легально сидеть и там, не знаю, что-нибудь играть и так далее, делать вид, что я вот зашел в это приложение. Так. Но вы не видите разницу в интерфейсе между Angry Birds и этим приложением? Я могу сидеть на 14-м ряду, вот уже аудитория… Так. Я думаю, на самом деле, и вы и сейчас можете сказать, я ищу там какое-то учебное приложение по вашей лекции именно и все остальное. Здесь все зависит от доверия преподавателя к вам конкретно, да. То есть если вы действительно читаете… Ну, скорее всего, больше всего все равно его будут использовать за пределами маба. И потом поймите, что степень MBA – это все-таки такая степень, где люди сами платят достаточно большие деньги за то, чтобы получать знания и сидеть и резаться там в cut the rope, да, или Angry Birds все же самые, да. То есть не совсем… Это очень дорого делать это в стенах маба, да. Вот. Так. Еще вопросы? Красиво. Да. Я люблю тебя, парень. Вот. Если этот функционал приложения на сайте, аяп.кз, и кто занимается наполнением контента, то есть это какая-то группа отдельных людей, выделенных либо, я не знаю, учебная часть, кто тоже должен этим заниматься? Я так счастлив, что я знаю ответ на этот вопрос. Вот. Я знаю ответ на этот вопрос. То есть база общая. То есть и у приложения, и у сайта. Да. И сайт обновляется ежедневно. Да. И наполнением ежедневно чаще нет смысла его обновлять. Да. То есть и как бы база у них общая. То есть и фактически, если ты обновляешь информацию на сайте, она тут же будет обновляться у вас на планшете. Все. Да. А если веб-интерфейсе, ты можешь приложить? Веб-интерфейс? Но веб-интерфейс — это сайт и есть. Личный кабинет. Личный кабинет на сайте. То есть каждый студент может зайти правильно через веб-интерфейс и просматривать? Да. Просто еще надо отдавать себе отчет, что веб-интерфейсе есть практически у всех нормальных университетов, которые сейчас работают в Казахстане, даже в моем родном Казгу, где вот это все случилось в 97-м году, да. То есть сейчас там есть веб-интерфейс, но чаще всего это не их внутренняя разработка, чаще всего это купленные программы у российских университетов, либо у других университетов за границей. То есть здесь конкретно это разработка вот этих вот ребят, которые здесь перед вами сидят. Если у вас там есть какие-то идеи, то вы можете с ними там обсудить их и, если что, как бы их внедрить. То есть это 100% казахстанская разработка просто надеялась на основе тех программ, которые существуют у университетов в United Kingdom и в США. Вот. Еще вопросы есть? Например, относительно рейтинга преподавателей. Это, я на этом разрушил, просто это будет как-то анонимно? То есть у вас интересен как преподаватель? Порка будет не анонимной. То есть если человек наберет мало баллов, да, и многие там на протяжении некоторого времени. Я думаю, что, а будет ли это анонимно для студента? То есть они боятся за свою жизнь. Вот он проставил рейтинг для преподавателя, который ему не нравится. Будет ли знать этот преподаватель, либо кто-то еще, что вот именно этот студент, надо ждать его возле подъезда. Да, они собираются анонимно абсолютно. Анонимно собираются? Даже администраторы системы не знают, кто какие баллы поставил. Парень вообще учиться не хочет. Походу. То есть у него заговор студентов, игры на занятия. Так. Сколько раз можно проголосовать? Сколько раз? Я думаю, за каждого преподателя вы можете проголосовать один раз. Хорошо, если эта система будет работать, то вы не боитесь, например, что у вас какие-нибудь ребята могут выключить. Минусомет. У вас такого-то там домного преподавателя. Минусомет. Ну, а вы думаете, что это вполне возможно? То есть, что есть преподаватель. Представьте, да, вы владелец бизнеса. Вы пришли получать степень MBA. Вы достаточно независимый и, скорее всего, занимаете какую-то лидерскую позицию. Легко ли вас сбить с толку, чтобы выступить против какого-то преподавателя? Согласен, когда приложение будет доступно для бакалавриата. Да, бакалавры, они же неразумные существа у нас. У нас же есть тут бакалавры, да? Простите меня. Вот. Система отработки. Есть ли еще вопросы? Озвучите, пожалуйста, стоимость проекта. Стоимость проекта озвучить? Стоимость проекта, в смысле обучения года на степень MBA? Приложение. Так, Нурия. Он качает головой и говорит, что это секрет. К сожалению. Нет, здесь, скорее всего, они за еду работали. Просто потому, что они же разрабатывали сайт. Да, да, да. Вот. Ну и, Даник, ну это неправильный ответ. Вы должны сказать 200 тысяч долларов. Ну, то есть… Плюс-минус. Плюс-минус сто. Плюс-минус сто. Плюс-минус сто. То есть, вы должны быть крутыми во всем, понимаешь? Приложение 200 тысяч долларов. Все. Машину купили. Машину купили. В складчину тика. Вот. Еще вопросы? Сколько времени делалось? Как долго делалось приложение? Два месяца. Два месяца. Вот. Через три месяца оно будет очень красивым. И займет топовые позиции в Apple Store. Вот. Еще вопросы? Если нет вопросов, я знаю, что через полчаса стартует фильм, на который спешит половина этого зала. Да. Поэтому в том числе и я. Обещают, что там где-то еще можно перекусить. И есть еще трансфер. Да. До фильма. А трансфера… Нет. Есть моя машина. То есть, она в принципе служит трансфером. Да, да, да. Вот. Поэтому спасибо огромное, что нашли время. Спасибо, что пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ